Ни у кого, никакой ответственности нет. Никто ничего не делает. Просто вот, знаете, деньги собираются всех и всё. Две недели жили без горячей воды, но платить придётся за весь месяц, уверена Решеда Гельмханова. Для женщины эти полмесяца прошли особенно тяжело. Пенсионерка ухаживает за супругом. Её муж Эльгизар несколько лет назад оказался в инвалидной коляске. Пять лет не выхожу. Всегда мне жена подмывает, всегда горячая вода нужна. Воды нет. Это они вон у меня. Уже согнулись. Я их тёплой, горячей воды маленькой держу, чтобы отошли. А её нет, надо подогревать всё. Каждый день, весь подъезд, все звонят. Ничего нету. Только одни обещания. Бездействие со стороны ЖЭУ сегодня вынудило соседей собраться на стихийное собрание, в самом начале которого люди обнаружили, что вода появилась. Однако эта новость жителей не обрадовала. Вот они включили эту воду сейчас, горячую. Но нет надежды на то, что вы уедете, и опять не будет у нас горячей воды. Они опять её отключат. По словам жильцов, проблемы с горячим водоснабжением в доме были всегда. Так, например, во многих квартирах вода не прогревается должным образом уже много лет. Вода идёт, но из горячего крана вода идёт холодная, еле-еле тёплая. Эта вода на кухне, она у нас идёт уже годами, и никто ничего не ремонтирует и не делает. В ЖЭУ уверяют, в доме вода всегда правильной температурой. Примерно 59 градусов по Цельсию. Последние полмесяца горячее снабжение также, по мнению коммунальщиков, было. Проблема появилась лишь в пятницу. Две недели? Это нереально просто. У нас такого никогда в жизни не было. Две недели горячей воды не было. Просто не было давления холодной воды. Говорю же, так как холодной воды нет, нет холодной воды, и циркуляции горячей воды нет. И не хватало температуры горячей воды. Сегодня ситуация разрешилась, говорят в ЖЭУ. Кстати, за давление отвечает ВД-канал. Замечания устранили именно его сотрудники. Альмира Низамова, Андрей Ключников. Целеканал эфир.